друзья всем привет сегодняшнее видео будет о гибридах репел щегол канарейка гибридизации поговорим хотел бы всех поздравить вас с днем великой победы с 9 мая друзья желаю вам здоровья счастья и мирного неба над головой отправляемся смотреть птичек значит тут у меня небольшие изменения в плане гибридов моих раньше я как-то вам показывал что тут у меня репел пытался гибридизироваться с канарейкой щегол кстати я сделал небольшую перестановку небольшие новости значит раньше клетка с щеглом щегол с канарейкой стояла вот здесь как бы у меня проходная зона я здесь хожу ну не знаю можете как-то пугал щегла он вечно прыгал в этом верхнем правом углу значит сейчас смотрите как я сделал вот это гнездо которая сейчас здесь стоит раньше она стояла там и щегол постоянно в том углу так вот прыгал ну по крайней когда я тут рядом был сейчас я переместил гнездо в другую сторону допускай если он любит тот угол но он сейчас там так в углу там и прыгает по крайней мере хоть на гнездо не прыгали то получается самка сидела на яйцах а он прям над ней прям по ней прыгал в общем самка просидела не с несколько дней я просвечивал яйца были пустые на седьмой день я просветил яйца были пустые ну и я решил яйца не выбрасывать потому что как мне советуют опытные кто гибридом занимается горит у щегла у щегла сезон это будет май у нас сейчас наступил май я не выбрасывал яйца думаю потому что пускай самка посидит чтобы она не чистила свои кладки вот но самка посидела какое-то время и сама поняла что яйца пустые выкинула яйца сейчас вот не знаю возможно она будет скоро нестись у меня уже на вторую кладку ну думаю сейчас пока если сегодня у нас 9 мая пока туда-сюда может уже будет среди на мая может конец мая будет посмотрим чего может сработает не сработает загадывать не будем но вот по факту все будем смотреть анализировать значит даю сейчас еще одну попытку этому щеглу если будет пустые яйца то я его просто отсаживаю наверное отдельно пускай он сидит в течение года потому что многие кто занимается гибридами говорят то что надо чтоб щегол был отсиженный примерно год лучше два года но у всех у всех истории по-разному как сложится у меня не знаю но щеглом пока так может у меня щегол диковатый не знаю как как еще вот у меня был когда выпускал щеглов есть видео щеглы улетели на волю там был щегол с большим клювом в комментариях писали надо будет его щегла ставить но я не знал теперь буду знать сейчас ловить пока нельзя будем работать с тем что есть здесь рядышком репел давно за репла не снимал у репла пока пока яиц нету я не знаю может такая самка без инициативная попалась она вот в гнезде сидит все но когда она снесется я не знаю такая вот желтенькая где она здесь сейчас подождите вон она желтушка когда снесется не знаю и она как бы не признается не говорит когда она снесется но надеюсь скоро снесется сейчас я их кстати кормлю а вот у них видите пшеничка была сейчас тогда им подсыпать пшенички я проращиваю пшеницу сейчас возьму покажу вам вот заготавливаю такую пшеницу канарейки очень хорошо любят кстати особенно молодняк хорошо есть и и эти едят молодняк это вот эти что в детском саду сидят они хорошо едят пшеницу ну а так даю кинорам самцам чтобы пустых яичек не было сегодня у меня пшеничка это я им утром давал видите все съели сейчас думаю обновлю пока тут с ними занимаюсь а у щегла у щегла тоже ну щегла принципе есть вот видите здесь пшеничка может она канарейка съела репил особо ну как я замечал репила с не особо пшеничку кушает семечки да пророщенные тоже семечки любит зелень любит щегол зеленист репил зелень не очень есть в общем такие вот изменения в плане перестановку небольшую сделал реп этого щегла сюда посадил также здесь неподалеку есть kenner который у меня как бы хороший самец такой доминантный он поет активно привлекает внимание есть версия что вот надо сделать так чтобы нормальный kenner был рядом когда самка будет он будет петь самка будет себя ему предлагать и щегол должен не упустить такую возможность и воспользоваться ну покрыть самку вот не знаю как у меня получит я тут в принципе ну вроде все у чего kenner и рядом маскировка сверху есть место изменил более как бы укромная но видите спрятана между клетками посмотрим что будет в общем пока будем ждать надеяться будем на лучшее ну в принципе все что тут еще вроде я думаю все учел какие-то может нюансы есть вы мне пожалуйста напишите я буду экспериментировать но пока так репелочек у меня попался очень хороший спокойный поет отлично каждый день хорошо поет он у меня в принципе с первых дней запел привез я его в начале февраля по моему если не ошибаюсь да вот он у меня февраль март-апрель два месяца только три ну два-три месяца также а этот у меня пойман и зимой щегольчик где он тут у меня вот он ну щегол вечно как как на батарейка как энерджайзер смотрите вот вот таким образом он прыгал когда гнездо стояло в другой стороне сейчас вот происходит то же самое что он туда лезет я не знаю вот такие вот дела он видите попугай пришел думает вчера чеснок давал так он теперь прищепку дербанит чтоб что-то я ему дал вкусное нет у меня сегодня а сейчас червячка давать сейчас я ему дам сейчас тут у меня есть червячки друзья вот такие вот у меня червячки есть это личинка жучка старателя смотрите сейчас фокус-покус называется раз что-то что-то пошло не так испугался сейчас снова попробуем иди сюда надо камеру подальше убирать вот камеру все-таки птица боится опять что-то пошло не так давай 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 подходи а теперь я червячка уронил кеша на кушай 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 иди кушать будем за червячка любой каприз выполнить смотрите сейчас он придет видели взял взял червячка теперь он будет его кушать вот так в лавку попрошайка маленький ладно гибридизации продолжим друзья значит по поводу поведения птиц вот репел спокойный хороший но пока тоже положительных результатов не было хотя в природе репел идет первый в паровку потом идут щеглы в паровку по природе что у меня получится непонятно но думаю в любом случае что-то получится в общем я склоняюсь к тому что даю им еще один шанс просто самки в принципе чтобы в холостую не работали жалко получается пропадать я яйцо и самка в холостую так бы она с кинором сработала были бы у меня киноряда а тут вот взялся гибридизация этой может быть я по неопытности что-то неправильно делаю и в итоге результат будет недобор канареек в общем даю им еще разочку сработают молодцы не сработают пойдут в вольерчик и будут там у меня жить осваиваться репелок кстати грудь у него красная не стала говорят красная грудь только в дикой природе в общем так если дают пустые яйца то самочки идут кинорам и будем разводить канареек при спокойненько как мы это раньше делали ну на этом я думаю видео будет потихонечку заканчиваться так что друзья до скорой встречи продолжение следует